Привет! Как дела? Сегодня в продолжении рассказа о нашем с мамой путешествии в Шотландию в июне 2019 года я расскажу про наш следующий город под названием Перт. Куда мы направились? Из города Данди, о котором я вам недавно рассказывала. Если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Итак, город Пертс. По-русски у нас пишется и произносится Перт, но я буду произносить, как это звучит по-английски. Англичане поправили меня, когда я произносила Перт, и сказали, что город произносится Перв. Окончание ц, конечно, не произносится, у них вообще Перв. И всё. И пойди по ми, как звучит этот город по-английски. Перт – это город в центральной части Шотландии. Административный центр округа Перт-эн-Кинрас. До 1975 года он являлся административным центром графства Пертшер. Перт стоит на берегу самой крупной в Шотландии реки под названием Тей. В городе на середину 2020 года проживало около 47 тысяч человек. Считается, что кельское название Перт, означающее лес или заросли, позволяет датировать его третьим-девятым веками. Однако наличие к северу от Перта римского форта Берта даёт возможность разрабатывать версию об основании города римлянами. О Пертском замке говорят летописи девятого века. Впервые Пертшер приобрёл особую известность благодаря Кеннету Мак-Алпину, который стал первым королём объединённой Шотландии в 838 году. Именно он привёз в соседний с Пертом скон легендарный камень судьбы, на вершине которого с тех пор совершались все коронации. На этом месте выросло большое аббатство. Перт прославили две вещи. Во-первых, уроженец Перта, известный военный и политический деятель Джордж Мюррей назвал в честь своего родного города один из крупнейших городов Австралии. А во-вторых, Перт был известен как город-ярмарок. С момента публикации романа шотландского писателя «Сэра Вайтера Скотта» «Пертская красавица» или «День святого Валентина». Главной церковью Перта является церковь Иоанна Крестителя, название которого носит местный футбольный клуб «Сент-Джонстон». Город часто обращается к себе, используя рекламное прозвище «Ворота в Хайлендс», что указывает на его месторасположение. В Перте есть много достопримечательностей, связанных с Шотландией. В первую очередь следует назвать церковь Иоанна Крестителя колыбель шотландской реформации. Она датируется 12 столетиям. До наших дней в основном дошли строения второй половины 15 века. Также заслуживают внимание фабрика «Тенли», дом Перстской красавицы, героини одноименного романа Вальтера Скотта, замок «Скон», построенный на месте одноименного аббатства, в котором хранился камень судьбы, музей и художественная галерея Перта, замок «Хаттингтауэр», а также в Перте расположена знаменитая достопримечательность Шотландии – музей Черной стражи, Черного дозора. Самого первого в истории полка шотландских горцев находится музей в замке Балхауси. Мы приехали в Пёрт из города Данти в 16 часов вечера, и так как у нас в этом городе была в основном только ночевка, у нас был всего лишь вечер, чтобы пойти погулять по городу и посмотреть основные достопримечательности. Итак, выйдя из поезда на вокзале, я сразу же первым делом увидела галерею из картин в виде шотландских поездов, расположенную прямо на станции. Мне они очень понравились, и я решила их пофотографировать, и сама на фоне этих картин сфотографировалась. Да, вы спросите, почему я в шапке, потому что в Шотландии даже летом очень холодно. Средняя температура в году в городе Перст, допустим, 9 градусов. Ну, на тот момент, может быть, было 11-12, ну, может, 13 градусов по Цельсию. Поэтому, да, я приехала в шапке, но потом вышло солнышко, и шапку я сняла, и даже расстегнула свою куртку. Итак, первым делом мы направились к реке. Это основная городская артерия, поэтому по реке чаще всего можно увидеть основные достопримечательности. Мы прошлись в одну сторону, увидели какие-то интересные разноцветные статуэтки прямо на перилах вдоль набережной. Это, видимо, какой-то современный арт, то есть современное искусство. Ну, я это поснимала. Дошла до конца. Так как я увидела какую-то башенку, я пошла туда. Мама осталась сидеть на лавочке и отдыхать. Оказалось, я сняла старинную водонапорную станцию. А рядом с этой станцией проходит железнодорожный мост, по которому в этот момент шел поезд, что я тоже и сняла. Потом мы направились в противоположную сторону, к другому мосту, рядом с которым мы увидели красивый шпиль собора и решили пойти туда. Вдоль набережной находится огромное количество скульптур. И мне очень понравилась интересная такая скульптура «Утка под водой». Вот так вот они ныряют и ищут себе корм. И местные жители решили сделать памятник такой вот утке. Дойдя практически до моста, я пофотографировала его на закате. Было очень красиво. Вообще природа в Шотландии зеленая, красивая и такая расслабляющая. Нам очень понравилась в этой поездке именно природа. И затем рядом с собором мы завернули обратно в центр города. И пошли гулять по магазинам, чарити, искать еду себе на вечер, на ужин. И тем самым изучали город. И, кстати, так вот в одном из переулочков мы изобрели как раз-таки к главной церкви святого Иоанна. А по пути нам встретилась вот такая вот собачка, которая сидела в чарити-шопе прямо на витрине. В своей постельке она спала. Видимо, хозяин приходит на работу, берет с собой собачку. То есть она чувствует себя как дома. Ну, мы так через стекло с ней пообщались и пошли дальше. Потом у магазина мама встретила другую собаку. Вообще, Пёрт нам запомнился как город собак. У Теска, где мы купили себе еду, мама решила пообщаться с большой такой собакой, решила ее погладить. А та счастливо прыгнула на нее прямо двумя лапами, встала в полный рост и давай лизаться. Но мама была счастлива. Потом мы как-то проходили мимо какой-то статуи, которая держала тарелочку с подаянием, что ли. Туда денюжки люди складывали. И мама для фотографий сделала вид, что она оттуда эти денюжки стаскивает. В общем, дурачились, прикалывались. И в 7 часов вечера уже заселились в отель и легли спать. Отель называется County Place. Обычный такой номер с чайничком и чаем, как всегда. Обошелся на 46 фунтов. На утро мы встали, позавтракали. Завтрак был включен. Если кого-то интересует именно этот отель, его адрес я оставлю внизу в описании под роликом. И так как в 10 часов утра у нас был уже следующий поезд в город Стерлин, мы решили еще немножечко погулять по городу. Нашли, кстати, художественную галерею Пёрта. Но так как было еще рано, она была закрыта. К сожалению, вот в музей Пёрта мы так и не попали. Зато нашли скульптуру Пёртской красавицы. Сели рядом с ней и сфотографировались. И по пути к вокзалу на одной из стен домов Пёрта я увидела вот такое вот граффити, где собачка лежала и смотрела в небо, в которое улетал воздушный шарик в виде шотландского флага. И внизу было написано «Have a nice day», то есть «Хорошего дня». Как-то стало приятно и весело. Благодаря этому с таким настроением мы сели в поезд и отправились в наш следующий пункт назначения – город Стерлин, о котором я расскажу в следующий раз. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok